В ответ на решение июльского пленума ЦК КПСС, свыше миллиарда пудов хлеба обязались продать государству в этом году украинские хлеборолы. Вместе с отцом Василием Петровичем Лозой, школьник Роман Лоза, все лето работал на семейном комбайне. И за период уборки он много чему научился. Последние волки пшеницы подбирают комбайны на полях колхоза «Шлях Жовтня» Чутовского района Полтавской области. Руководители колхоза уже думают о будущем. Идет безотвальная вспашка. Готовится земля под озимой. Агроном колхоза Николай Иванович Коломеец в заботах о будущем урожае. На колхозном таку уже готовятся семена сильной пшеницы «Одесская 51». Доброе семя – добрый всход. Черная смородина по содержанию витаминов превосходит знаменитые лимоны и апельсины. Ее не так просто вырастить, но еще сложнее собирать, даже если это делают такие нежные и заботливые руки. Вот так, по ягодке, по горсточке. При всем старании самое большее за день килограммов 15. Конструктор Дмитрий Яковлевич Мойсов – автор ягодного комбайна для сбора смородины. Вибрационно-счёсывающий принцип, положенный в основу машины – удачное техническое решение проблемы. Комбайн испытывается в совхозе «Садовод» Тульской области. С тонкой веточкой большой комбайн обходится бережно, как заботливый хозяин, а заменяет собой в 600 сборщиков ягод. Одна тонна целебных ягод в час – вот мощность этого витаминного потока здоровья. Заступает комсомольско-молодёжная смена нового цеха Выксунского металлургического завода в Горьковской области. Мастер знает, что этим ребятам можно доверять дело с полным правом. Ведь они с первого дня собирали и монтировали этот уникальный стан длиною около километра. Комсомолец Александр Себастьянов у пульта – линии подготовки стальной ленты. Стыка-сварочная машина – наиболее ответственный участок. Комсорг смены Сергей Афанасьев постигает секреты мастерства у бригадира Владимира Кузнецова, который уже 10 лет работает с горячим металлом. Молодёжь не только успешно осваивает стан, но и даёт на нём сверхплановую продукцию – остро-дефицитные трубы для нефтяных и газовых магистралей. Индия. Далёкая и близкая, древняя и вечно молодая. Такой она предстаёт на выставке, которая открылась в Москве на ВДНХ. Национальную выставку Индии посетили руководители Коммунистической партии и Советского правительства. Неизменный интерес вызывает древнейшая самобытная индийская культура. Но в центре экспозиции не экзотика Индии, а черты её современного индустриального облика. Это не реликвия. Это самая современная ткацкая машина, оснащённая электроникой, выполняющая старинный национальный узор. О плодотворном сотрудничестве наших стран говорят успехи Индии в различных областях науки и техники и первый космический спутник Индии – Арьямхата. Выставка стала ярким событием месячника советско-индийской дружбы, посвящённого 31-й годовщине независимости Индии. Горный Алтай. Редкостна природа этого края. А это его живая красота. Приходит пора, когда тяжёлое украшение уже тяготит морала. Наступает страда мораловодок. В парках Верхнекатунского совхоза насчитывается 4200 голов редких животных. Срезанные панты – ценнейшее лекарственное сырьё. Но для того, чтобы сохранить и законсервировать их, нужно особое умение. Более 15 лет работает пантоваром Базан Тураров. Свой опыт он передаёт ученику Мухтархану Андинову. Огромную пользу приносит здоровью людей нелёгкий труд мораловодок. Отметил свой полувековой юбилей Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Парк, который мы хорошо знаем и любим. Здесь хорошо всем. И для каждого возраста – свои радости. Такой он сегодня – наш первый советский парк. А 50 лет назад кинохроника сообщала. Парк культуры и отдыха в день открытия посетило 400 тысяч человек. Парк был разбит силами рабочей молодёжи Москвы. И он казался таким прекрасным нашим юным бабушкам и дедушкам. И вот юбилей. По статистике, Центральный парк ежегодно посещают более 12 миллионов человек. Скольким же людям подарил он радость за 50 лет своего существования. Столичный стадион «Торпеда» стал ареной острой спортивной борьбы. Здесь состоялся финальный матч розыгрыша Кубка страны по футболу между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром». С первых же минут динамовцы Киева устремились в атаку. Ведь накануне они проиграли «Шахтёру» на чемпионате страны. Но великолепный удар «Старухина» головой и счёт открывает «Шахтёр». Во втором тайме, действуя слаженно и энергично, киевляне усиливают натиск. Блохин сравнивает счёт. Ничья. Назначены дополнительные 30 минут. Преимущество «Динамо» становится всё более очевидным. Удар и капитан Киевлян выводит свою команду вперёд. 2-1. Динамовцы Киева в пятый раз завоевали почётный приз. Динамовцы Киева.